Сработает ли план Чагла в отношении Аслы и Бурака? Чагла становится все более амбициозной в отношении прекращения отношений с Бураком. Он готов на все, чтобы вернуть Бурака. Он идет в клуб и разговаривает с Бураком. Он сходит с ума от решительного настроя Бурака. Между тем, у Чаглы есть большой козырь, когда она узнает, что Аслы работает официанткой в клубе. Он начинает строить планы, как извлечь из этого пользу. Он устраивает вечеринку у себя дома. Он приглашает Валкана и Аслы на вечеринку. Его цель – унизить и опозорить Аслы, но события развиваются не так, как он планировал. Разгорятся ли отношения между Валканом и Бураком из-за Аслы? Бурак и Аслы с каждым мгновением становятся все ближе друг к другу. Между тем, Чагла, опустошенный внезапным решением Бурака расстаться, не собирается отказываться от Бурака. Ради этого он готов пойти на все. Чагла, преследующий Бурака, как тень, встречает Аслы в клубе. Он считает Аслы ответственной за все. Валкан приходит на помощь Аслы, подвергшийся гневу Чаглы. Между Валканом и Бураком начинается ожесточенная драка, которая начинает испытывать чувства к Аслы. Кто станет победителем в этом бою? Решение Бурака покинуть Чаглу создает замешательство. Оставшись одни дома, Бурак и Аслы проводят чудесный день и становятся все ближе и ближе. Аслы начинает доверять чувствам Бурака. Хотя все идет хорошо, их ждет неприятный сюрприз. Чагла, который не может смириться с разрывом с Бураком, не отпускает его и начинает выяснять причину этого. Решение Бурака уйти заставляет Чаглу мобилизовать окружающих. Валкан, обращающийся к Асле за помощью по поводу Эды, приводит к некоторым недоразумениям. Аслы позволяет себе плыть по течению Бурака. Бурак составляет план, чтобы они могли побыть наедине, чтобы убедиться, что он нравится Аслы. Впервые Аслы избавляется от волнений, вызванных ее домашней и рабочей средой, и отдается потоку Бурака. Куда бы они ни пошли, Аслы и Бурака ждет сюрприз. Исчезновение Бурака, о котором никто не сообщил, вызывает некоторые проблемы. Под руководством Чаглы Валкан впервые начинает смотреть на Аслы с другой точки зрения. Аслы в замешательстве. Заявление Бурака о своих чувствах сбивает Аслы с толку и заставляет ее контролировать свои чувства. Несмотря на то, что Аслы старается держаться подальше от Бурака, события продолжают сближать их. Несмотря на то, что Аслы сопротивляется, она не может нарушить просьбу Валкана и решает присутствовать на дне рождения Эды. На этот раз Эда планировала помирить брата Валкана и Аслы в свой день рождения. Тем временем, игра Чаглы нарушает весь баланс. День рождения, приготовленный для Эды, будет полон сюрпризов для всех. Чувства Бурака к Аслы раскрываются. На работе Аслы ждет сюрприз, который начинает жить в одном доме с Бураком. Не выдержав давления отца, Бурак тоже начал работать в клубе. Бурак следует за Аслы в клубе, и обязанность работать в одном и том же месте сближает их с каждым днем. Валкан обеспокоен отношением Бурака к Аслы и предупреждает его. Чувства Бурака к Аслы начинают проявляться. Бурак впервые рассказал о своих чувствах. «Ты мне очень нравишься, Бурак и Аслы снова на кухне, на этот раз они очень голодны и делят работу». Бурак приготовит бутерброды, но предупреждает их. «Но слушай, это моя первая попытка. Если у меня не получится, без шуток, ладно». Девушка говорит, что ладно. Бурак говорит, ты еще тарелки выноси. Пока девушка брала тарелку из верхнего шкафа, она чуть не уронила ее, но Бурак поймал ее. Они приближаются к девушке, глаза закрыты, затем они уходят. Девушка наливает чай. «Надеюсь, никто не придет», говорит он. «Бурак, не волнуйся, я слежу за дверью, я тебя сразу спрячу», девушка говорит, он и так хорошо умеет прятаться. Бутерброды готовы, чай тоже. Отличная команда, Аслы любят бутерброды, между ними возникает бессловесное напряжение, электричество. Когда Аслы закончила есть, она сказала, в любом случае, я пойду в свою комнату, пока меня не поймали. Пока она говорит, и встает, Бурак хватает девушку за запястье и останавливает ее. Он встает и поворачивается. На заднем плане начинает играть песня Альпа Яньера, Бейонт и Веретинг. Аслы не может смотреть на ребенка и спрашивает, что случилось, чего ты еще хочешь. Бурак хватает ее за талию и притягивает к себе. «Может быть, ты мне очень нравишься, разве это невозможно?» Валкан находит работу для Аслы. Увидев, что он живет в одном доме с Аслы, Бурак прячется от Аслы и начинает развлекаться этой ситуацией. Аслы, не подозревающая о присутствии Бурака дома, не может понять игр Бурака и начинает находить дома уголок для развлечений. Тем временем Валкан разговаривает со своим отцом и устраивает работу Аслы и Ганджи в собственный спортивный клуб. К сожалению, Аслы ждет неприятный сюрприз, когда она пойдет на собеседование. Домашний сюрприз Бурака для Аслы Бурак приходит домой поздно. Аслы входит в дом, чтобы помочь матери. Собирая очки на террасе внизу, Бурак звонит Аслы в Facebook и смотрит на ее фотографии. Музыка начинает играть, пока Бурак думает о своих воспоминаниях с Аслы. Аслы, которая находится на террасе на верхнем этаже, думает о своих воспоминаниях с Валканом. В последний раз, когда она видела, как Валкан целует ее бывшую девушку, она говорит себе, для меня это уже даже не сон. Я должна его забыть. В этот момент Бурак начинает звонить Аслы по телефону. Поняв, что он наверху по звуку звонка телефона, Бурак отходит в сторону и начинает говорить более осторожно и медленно, когда слышит сверху голос девушки, когда отвечают на звонок. Аслы удивляется, когда слышит голос Бурака и спрашивает, откуда у него его номер. Потом он думает, что это, должно быть, произошло, когда мы попали в аварию. Бурак говорит, я подумал, что это необходимо, поскольку теперь мы будем встречаться чаще. Аслы говорит, как часто я буду тебя видеть. Мне не обязательно встречаться с тобой только потому, что я работаю у тебя на работе. Бурак, я думал о тебе, потому что ты вышел из клуба в слезах. Когда его спрашивают, Аслы отвечает, почему ты интересуешься мной, какое мне до тебя дело? Я говорю, держись от меня подальше. Держись подальше. Тем временем, пока Бурак поднимается наверх к Аслы, Аслы тоже входит в гостиную. Бурак говорит Аслы, которая противостоит ему, это немного сложно. Пока девушка говорит, что значит, это сложно, она встречает Бурака и от удивления роняет телефон в руку. Бурак и Аслы сейчас живут в одном доме. Но ни один из них об этом не знает. Аслы и Бурак, которые снова встречаются возле дома в результате милых совпадений, постепенно начинают понимать, что им не избежать судьбы. Тем временем Эда, которая хочет снова свести Аслы и ее брата Валкана, готовит свой собственный план. Но этот план развивается так, как он никогда не ожидал, и приводит к развитию других событий. Бурак и Аслы снова попадают в приключения. Бурак и Аслы, прогуливаясь по будруму, они видят, как Асин Ирис поет на улице «Плохие, плохие вещи». Аслы с радостью подходит к ним и начинает аплодировать. Один из танцоров подтягивает ее к середине и девушка начинает танцевать, получая огромное удовольствие. Хотя Бураку поначалу это не нравится, ему начинает нравиться отношение девушки. Когда девушка зовет его, он твердо кивает головой. Видео продолжается этими занимательными кадрами. Конечно, нет нужды указывать, что любовь между ними зародилась еще не в это время.